Сегодня воскресенье 14 июня и мы находимся в Салуу. Салуу это нечто вроде такого русского курорта в Каталонии. Здесь очень много наших соотечественников. Вот на этом пляже много детей, потому что вода снизилась. Мёклое дно находится очень близко, то есть мелко прогревается. Но скалы острые, поэтому, чтобы здесь прогуливаться, нужно сноровка и тренировка и тренировка. Пойду сейчас на ту скалу, посмотрю, что там есть. Какой столице есть. Слепные травы. Минский морковь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok А вот Агава вблизи, высотой метров шесть. Ее розетка листьев, которая выпустила это соцветие внизу, увядает. И вот такая вот свежая высота, вот такая высокая штука из нее ухнует. Такое свежее. Держится примерно месяцев восемь, потом увядает. Вот уже не первая свежести рядом. По сравнению вот с этой. Покрупнее посмотрим. Вот она какая. Вот такое растение. Агава американская. Сейчас мы находимся в Реусе. Реус это родной город Антонио Гауди, знаменитейшего архитектора, прославившего Барселону своими работами. И львиная доля его работ как раз в Барселоне находится. Навигатор продолжает нам подсказывать дорогу. А мы смотрим здешнюю церковь. А вот здесь нечто вроде такого старинного дворика. Вот среди этих домов типичное испанское вот такое вот пространство. Можно сказать патио между домами. Отдыхают местные жители. Ну пройдемся, поглядим, что здесь. Вот церковь. В Реусе существует так называемый маршрут Гауди. И в этот маршрут входит церковь, в которой крестили Антонио Гауди. И тут же он принял миропомазание, как принято в католическом вероисповедании. И инструкции, которые здесь написаны, есть и на русском языке. Вот, пожалуйста. Вот такая старинная церковь. Здесь небольшая площадь перед ней. Типичные испанские улицы. Вот этого маленького города Реусе. И, в общем, мы сейчас идем, получается, маршрутом Антонио Гауди. Вот, какой он красивый. Такой красивый особняк. Теперь современное предназначение людей. Впереди нас замаячила что-то современное, как модель постройка. Среди вот этих вот мест. Затем ваше местоназначение будет справа. Ваше местоназначение будет справа. Посмотрим. Ну ладно. О, какой дом. И, как видно, что архитектурная ценность этого дома ничуть не меньше, чем, скажем, такого же типа дома где-нибудь в Барселоне. Вот, пожалуйста, городская площадь. Вот, это даже целый вот, как кукольный домик такой вот внизу с таким цоколем интересным. С такими балкончиками резными, расписными. А это, наверное, местное юдомерное строительство, да? А это, наверное, местное юдомерное строительство. Современное здание, которое выглянуло из-за исторических сооружений, это центр Антонио Гауди. Там мы вот разжились вот такими буклетами. Здесь есть, кстати, и на русском языке информация. И можно прочитать информацию о экскурсиях различных по интересам, кому что нравится. Рассказ об этих местах и так далее. На нашем пути Тарагунская Римская Триумфальная Арка настоящая. Это трасса, по которой мы едем в Барселону.